Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии заинков Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. А также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Спасибо за поддержку и приятного продолжения просмотра. Ну, я сейчас не вижу каких-то проблем с захватом голландца. Нет, давайте вот тут. Фига, крылатый сень. Так, ученый. За каждую клетку с чудом природы. Да, ну у меня только Килиманджаро, к сожалению. Хотя вот это на две клетки работает, но я туда не могу дойти, да? Да. Пойдем Килиманджаро. Ну, опять по слову, да. Я лучше на авиацию так открою и буду бомбардировщики уже строить. Так, здесь купим строителя. Здесь идем обрабатывать алюминий. Где еще у меня был алюминий? Давайте еще раз поиск. Он как-то дебильно все-таки работает. Так, алюминий. Поиск. Девять штук найдено. Это я не обработаю. Это я не обработаю. Это я обработаю. Ну, почему обновление-то? Почему заново все? Это у гаванца. Далеко. И вот еще три вот здесь. Просто. Все понятно. А поиск под районами показывает ресурсы? Поиск показывает под всем. И под центром города, и под чудесами. Может тут коммерческий поставить, а тут, например, или вообще промышленный? Делаем. Эти промышленные здесь. Три человека подгласил. Ускорение. Этого посадим в утрах. Так, биплан готов. Один ход отложим. Будем бомбардировщики строить. Здесь аэродром готов. Тоже один ход отложим. Здесь шпион в фабрику строим. Здесь исследовательские стены не строим. Да, не спорим. Давайте, может, несколько в очередь поставим, если есть грантов здесь. Я просто шоу в этом городе строить, честно говоря. Да, надо учиться. То не хватает нам это. Именно вот именно взятие грантов. Ну, просто двумя юниками подгласил. Да я, видишь, запухнулся вначале. Алексей, это лаборатория уже все? Нет. Так, я тут отложил в производство все. Сейлор против. А что сейлор делать сейлор культур? А я тебе, американец, помогу с лагерем. Забирай. Спасибо, добрый человек. Буаз. Денег больше. Голландец за одно производство не будет получать. Блин, я сейчас мог уже открыть самолеты, на самом деле. Ну, тут все равно один ход, какая разница? Один ход, производство сохраняется. Два раза мне минус нуля очки. Дипломатическая подняка. Сейлор, а ты прям категорически против? А мне как раз, если бы два раза голосование прошло бы, победа будет ломать ей. Ну, Вильгемин, я думаю, что Вильгемин отогонит. У нее нету алюминия, сказать. Когда там можно будет нападать? Может, зря я с ним в союзе заклинен? Не, ну, с другой стороны, это деньги. 9 ходов. Нормально. Сейчас я с таким успехом куплю еще два гусара, пойду в рот слов отбивать. Давай. Сейчас денег накоплю, так. Зря ты, Алексей, добил моих апостолов. Нет, по-моему, я молодец. Сейчас бы уже ты был на пороге религиозной победы, да? Ну, пока мы с меня 89 веры. Вот я чисто упорку на веру не делал. Нет, тут очень много... Я просто увидел, что тут много городов религиозных, государств. Я понял, что это очень благоприятная почва. Еревана нет. Без Еревана тяжело победить. Да, нет, нормально. Канди, лавента, да. Плюс канди мне давало бы эти реликвии, я, кстати, одну получил. Она для Польши, кстати, 9 веры дает 2 культура, 4 голды. Приятненько. Плюс я еще возле пустыни собирался 2 города поставить. Это были бы еще 2 священки на плюс 6. Ты бы прошел сут по этим даже... Ты, может, даже и не обращал бы мои города. Ты бы обращал все эти города-государства, и они бы очень сильно стали влиять Ну, они бы закинули, так сказать, в корень. Так, пульс паровой машины. Что у нас по героическому японец, в золотом француз. Всех остальных попа. Здесь прокачаем Магнуса. Магнуса. Магнуса, кстати, пересаживать уже стоило бы. Так, уже построил. Я бы уже давно построил бы Харамин, Натчик, Котур, Куин, Махабу. Эх. Мечты, мечты. Именно развиваться. Так, автоматом, а, повышение доступно. побережье мышц пойдем голландцу к побережью его все грабить ну и воевать с ним и грабить все все вместе два часа ночи а ведь кто-то заработать они выходные там в россии нет сегодня рабочий день 9 у садик по крайней мере 9 10 11 3 шпион алексея ты не в россии нет до 9 по 12 четыре дня выходных два и точки великих людей этого класса они мученых до мне кажется самое время их удвоить и не ни в коем случае и что мы пропали сась другой у меня упала мораль я на сколько вообще великих очков 31 не кажется это связано в 31 из-за союза культурного но почему тогда у нидерландов так мало вроде пускает непонятно максимум удвое удваиваем великих людей великих ученых но тут вынести голландца но он тоже хорошо идет по науке все таки то есть он там тоже же бомбардировщиках ну скоро будет в этом случае 266 науки но что такое расслабься все уже закончилось да американец тоже проголосовал за 2 и вы че вы натворили 62 62 очка вход великих ученых я такого не видел вы даете на серьезно зачем у кого у меня сколько слышишь сколько было у брюса без удвоения 44 тогда цены я банил инженер что Играет музыка. Маскат еще и торговый путь хочет. Кто я такой, чтобы ему отказывать? Ну вообще территории на карте дофига у всех, по-моему. Нет? Ну что-то уменьшается. Кроме больше. Да нет, у всех на самом деле территорий много. Просто я в самом начале... Территория есть за горами у меня, за Зибаром. Так, небольшая территория есть. Там Габустан, вот это где камень. А, разведательное управление построю, понял. Надо пройти через горы, через пустыню, мимо Зинзибара, забрать Зибар. Урбанизацию открыли. Если бы этим в демократию валим. Да, они, конечно, у тебя были спали прикольные. Семь ходов. Там бы тебя на побережье Краков поставили, да? Так, голландец пока только в авиации. Один город. Гор. Где он аэропорт строит? Вот, построил уже. Стандартизацию скоро у него. Диверсию на производстве. Найти источники. Как источники ищутся. Нанять, нанять, нанять. Трех великих людей, прям. Да, он даже аэропорт уже построил. Ну, ты будешь бороться с Алексеем? Пытаюсь. По тусу кто-то перекупил. Руслесары, конечно, получают приличный урон. Но и тем не менее... Но они и сами сильные, очень. Да, рыцаря в корпусе нещадно тоже. Фабрика. Ну что, угольную электростанцию купить тут? Наверное, стоит. И строим лабу. У Сейлора есть какой-то план. И он ему придерживается. Да, он думает победить культуру. Ну, мог бы раньше начинать. 6,68 не победит. Ну, на самом-то деле, я думал... Это все до рокеров. Я купил религию, и рокерами поеду. Еду к Леше в стольню. Вот, перед этим мы играли, где студент зашумяя был. У француза было и то меньше, там было 34 поначалу. Надо было 46, потом я просто в культуру сам ударился и даже его обошел. На самом деле, рокеры хорошо контрятся, просто их не проспать надо. Ты просто расставляешь юниты на тех клетках, где они концерты могут пройти. Просто не забыть надо о том, что... Я забываю, я в прошлое сыграл, расставил просто вокруг города, типа, ну... Я вспомнился, как в пятерке обращали города, типа, надо к городу подойти. Ребят, нажмите на паузу, я что-то монитор вырежал. Я бы искален, но я не смогу проехать. Всё, вернул, включился монитор. Я ногой случайно шнур выдернул. Спасибо. Это знак. О, вроде, слава отпадает. Алексей, что ли тебя шпионом послать? Не надо. Ну, я не вижу твоих городах. Это нормально. Ну, шо, у тебя нам-то нельзя, чтобы... ...поморовать. Можно, конечно, так. Не надо об этом говорить. У тебя жалко, что ли? Да. Как учил у нас район, если мутишь, мути тихо. Да, я так по-прикому, я всё равно его не вижу. Плюс, если пройду бы к рубежу морских петель, предположим. Ты вылезла. Владимир. Владимир. Если вы не хотите играть... Союзник сообщает, что Нидерланды построили аэродром в Арнаме. Так, ещё один аэродром построен. Кстати, Лёш, а можно узнать? Ты тут, да? Какое вообще у тебя впечатление в сумме, ну, когда цивилизация пятая или цивилизация шестая, что из них как бы больше тебе нравится? Ну, мне всегда более новое нравится. Я имею в виду, ну, на момент как бы релиза и общие вот впечатления. Они обе на момент релиза были сырыми. Ну, это я согласен. Она и сейчас, мне кажется, немного сырая. Не, вот сейчас она как раз-таки, ну, есть косяки, но мне кажется, она вот сейчас такая, как она должна быть на релизе. Я, кстати, написал на почте Феракса, что единственное, что им надо пофиксить, это, ну, моё личное мнение, это передвинуть эти штуки, которые самолёты сбивают, на технологию назад. Одновременно самолёты. И всё будет великолепно абсолютно. Ну, надо искусственный интеллект сделать, хоть какой-то. И пофигу, самолёт. Сейчас все выходят просто в самолёт. Игра, кто раньше выйдет в самолёт, тот молодец. В принципе, да, зенитки, говорю, немножко пораньше. Ну, вот, да, зенитки. На технологию, как бы, либо, вообще, одновременно, наверное, с этими, с бомбардировщиками. Ну, это стандартизация, это надо вместе с пехотой там, чтобы она появлялась. Сейчас точно посмотрю, где зенитки. Зенитки, получается, в баллистике, это вообще в эпохе атома, да. А им надо, да, вот с пехотой. Ну, я говорю, технология назад. То есть, выходит в бипланы, значит, и зенитки. Ну, так, ну, по смыслу, разрешили уже идти, там, он говорит, забирали. Самолёты, которые атаковали с ними появились, и, соответственно, борьба оборот. Так. Что у нас все загрузили? Переходы аэродром. Сколько ходов? Пять ходов. Я переброшу сюда ещё самолёты. Куплю юниты, которыми буду города захватывать. Так, вот этот надо куда-то переместить, чтобы его обстреливать нельзя было. Наверное, сюда надо поставить. Так. Всё ещё накапливается алюминий. Ну что, момент истины? Ну что? Ребята, у меня есть. Ну всё, мне хана. Да, твои два бомбардировщика сейчас ходить. Француз, может, союз какой-нибудь, нет? Давай. Вообще, может, уже... Не знаю, экономически или научно. Давай экономически. Давай. Давай. У меня в этой всей ситуации обстали варенье. Я всё ещё надеюсь вместе по науке. Два арбалетчика. Да и так по одному ходу открывается. Я на науку забил. Я на науку забил. Так, отправляем по городам-государствам. Ирландия. Давай, мы в тебе верим. Польша какие-то... Польша у городов-государств какие-то юниты покупает. Польша вообще зверь. Сейчас покажет, как надо играть. Голландист, ты её хоть заберёшь? А хрен знает. Не, ну логи самый главный ты заберу, а остальные не знаю. Сейчас замерюсь. А она мне договорных шлёт. Как же меня радует бонус великой библиотеки. Это просто невероятно. Вы там работаете пылесосом, а у меня так бац, ускорение, бац, ускорение, бац, ускорение. Клёво. Так, исследовательские... Нет, давайте лаборатории. Может пока притормозить? Мне, наверное, не хватит алюминия на... Все прям самолёты, все бомбардировщики. Все прям самолёты, все бомбардировщики. Рим, помогай мне с хатусой. Сожгём её. Скидка... Сожгёшь её? Да, я сожгу её. Не, не, слава пацана. Ну, такими единицами она не берётся, по-моему. Ну, я её стоп на следующий ход. Ну, хорошо, хорошо. Посмотрим, конечно, но у меня сомнения большие. Ну чё, синих ГГшек больше нету? Одна единственная. Да, блин, штыокаперы у меня медленно едут. Сообщают, что рыцари Нидерландов разграбили рудник. Нехороший. Так. Сколько? Каждый ход буду проверять, сколько осталось. Два хода. Следующим ходом надо купить юниты. А можно как-то... Не знаю. Конём не можешь подвинуться? Никуда? Ребят, кто деньгами помочь сможет? А кто в машинах надо? В Голландии. Сколько надо? В Голландии. Сколько надо? В Голландии. В Голландии, может быть, тебе военный союз нужен? Нужен. Давай. В Голландии. Все против меня. Все против меня. Все против меня ополчились. О, блин. Ну, зашибись. Вовремя. Вовремя. Блин, действительно, там корпус арбалечек. Нифига себе, где он его вообще откопал? Вовремя. Еще сделка голландец. Сейчас, сейчас, секунду. Голландец сделка. Да, все принял. Так, следующим ходом покупаем юниты для захватывания. До стали варенья. Раз, два, три, четыре, пять ходов. Ну, долговато. То есть, стали варенья, это я буду себя обезопасу. Ну, все, через два хода. Слушай, а ты... Сейчас, секундочку. А ты за два хода... Ой, за пять ходов возьмешь эту, как ядвигу? За пять? Да не должен. Мне еще краков брать. Ладно. Раз. Ни одного углянуть, а и то и вот что такое. Какие у него союзники из городов Зензибар, да? Ну, надо союзить Зензибар. Атичности средневековья. Да. Ладно. Я бы не сказал, что, кстати... О! А чей-то тут поселенец варварский плывет? Американец твой, что ли? Ой, да. Возьми его, пожалуйста, отмей мне. Да, как он тебя отправит? Да, как он? Отправь посылочке, пожалуйста. О! Ничего больше. Он там плавает уже с хода семидесятого наверно. Так, следующим ходом у нас... ... Прикинь, сейчас здесь тоже не возьмем... Будет смешно очень. Думаю, возьмем. Я надеюсь. а если не возьмете будет очень смешно будет невероятно смешно на самом деле голландисты разведательное управление что ли не построил построил постоянно своих шпионов то убивают уловлю и вообще не везет на них что вообще шпионы последнее время я верю в тебя ты сможешь отбиться вот тут она дает слишком большую она отобьется а мы все поржем но всякий случай еще один рыцарин менять фазу реально достали откуда они спать в таком количестве похоже единственная клетка вот это вот закреп ясно началось ух целом все есть чем воевать в смысле но у меня же велика все войну а он не сможет караван отправлять давайте или это давайте от лёши денег много денег монах так минус 5 на плюс 4 принципе наверно а ну вот я еще одного сейчас достраиваю здесь рыцарь достраивается вот устроить темы 4 хозни монумент тогда в роттердаме даже стен нету я смотрю отлично что произошло возможно хатуса упадет возможно так нарезные стволы и стали варенье мне бы роттердам сейчас взять армию это чей-то город тоже не отбила забрал я говорю уже так быстро 2 лора бюрощиками 3 а то есть там третий все таки пролетел смотрел ну давайте сделаем ставки да подожди 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 что-то мою слабь и так понятно как это нидерланды чё у тебя как там дела мою на деньги нужны мне надо истребители кстати много держи нидерланды мне нужны истребители давайте куплю тут истребители 1040 для что у меня был на территории нет план тогда вопрос снимается так голландец а что сейчас был за перемещение рыцаря на последней секунде я ничего не трогал это автомат ну отключила почему подходит к фронту где собираюсь роттердам захватывать подходит у тебя рыцарь я ансоисе валя не нажал это ладно так ты захватишь н но я только что двоим этапу так что нет уводи у меня там по сопле было я смотрел у меня не получалось чё франция до союз да так у меня минус 3 то есть у меня 6 ходов при этом желательно роттердам захватить но я использую истребитель размещен сыр и роттердам по идее следующим ходом захватывать как-то так а вы понимаете предательство алексей а да я понимаю я из много принимал а у меня где-то 30 дипачков этим могу занять да я уже это закрылась боже аж 2 вылезла мы два раза что не попадали да я один раз вроде запрашивал я тоже так вы может разное подавали понимаете у одного одного другого другое ну да давайте против арны мы проголосуем потому что ну отбить арным легче причем просто атаковать хорошо что у других больше нету алюминия пока явно не могут давать так всем не войну объявили а у меня предательство код военный кризис ох ну конечно же карта открылась зато вся а почему кстати ну и за кризиса не нидерландом тут не жить намного самолета да тайминге тайминге алексей поймал огромная территория между римом и польши ну я туда просто не прошел бы никак на раннем игре сам просто посмотри посмотри на мой да я вижу я вижу у меня с этим ходом возьмешь амстердам до рима просто не роз я думаю да ребят ну все я думаю это бега я давно писал что сэйлор слышу знаешь где я появился ты видишь на клетку на две клетки слева от аренция там железо еще на одну точную это ты так долго шел ну я шел два хода получается потому что здесь соль и лошадь тут была ровная поверхность потом ну да на 3 ход я только поставил я короче да я лютая ошибка мне не надо было в принципе с тобой воевать я просто увидел наску посмотрел чему-то ну вот дошел до вулкана вижу наску там дальше две горы я думал что здесь типа все я почему-то не увидел этот проход у меня он затемнен был но я думаю блин ну отлично типа что это такое я от всех от земли ну что ты дальше не стала расселять да тут много места еще куда дальше у меня какая-то маразь взяла моего поселенца который туда шел построить нового пойти построить армию пойти разобраться я с ними много мало при этом да не срубил плоды косяк ну все б.г. да блин ну как вы же не ставим здесь ты так по науке отстаешь сильно да она сейчас тоже все отстоял но нет в принципе ты более-менее получилось по науке удержаться с тобой но более-менее это как просто ну стал сильнее да это 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 какая польза алексея понятно все можно спасибо за игру я бы хотел бы конечно нет ну просто но согласитесь инге это имба по в плане получения если они стартуют в горах то есть они в горах уже не стартуют я несколько раз пробовал бывало что засунет куда-то непонятно не ну как бы если стартом завезло ты вот как вот даже на ну на юнитах там тебе голландцу идти на него да сложно подождите сауса кахомар конечно все открытые тут тут поле но дальше вот ольян таям по узкой это бы это непроходимый мы же и договорились что как раз эти два города и третий который ты стоял в принципе мне не особо изначально не мешали я хотел бы их там поставить да тут ошибка рима еще зачем-то вот он реально взял упоролся я прекрасно понял в чем заключается моя ошибка на сорок пятом ходу то есть если бы рим напал на города государства забрал бы их а француз видимо забрал бы американца то мы тут имели еще более-менее равную борьбу на француз бы тебя забрал а что не так что если бы голланди я бы настроил бы рокеров и пошел и может быть получилось вот можно да я расскажу я когда мы обсуждали захват хатуса и согласились с этим американцу нужно было идти в этот же ход он захватывает хатусу и не выходишь ты не выходишь в наемники и очень быстро мне кумассе давала 5 культуры у меня вся культура это вкусная традиция у меня каждая плантация дает еще культуру то есть я бы что так что так вышел студент у меня на тот момент когда мы обсуждали было два дуболома но в новом орлеане и чарлстон да да хороший город был я сделал на самом деле ну как бы да да уже все это обсуждался сам это понял что ошибка нормально было бы если вы с американцем так говорили если пошли бы меня пилить я этого очень боялся потому что на два фронта я бы не смог ну так я ему написал что я ему написал пилим я ему скинул лошадей запрещены 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 аху аху негодяя нарушаете правила я не за смысле запрещено приваты запрещены правила шутгова вани молчание за умолчанию мы приватах не пишем что вы хотя бы понимание было ну ладно извиняюсь но он не воспользовался я хотел поразвиваться я надеялся но вот и развиваться то развиваться ты настроил бы кучу рабочих бы я не знаю все вообще города не обработаны ну я как я понимаю надо все клетки короче обрабатывать максимально конечно конечно и ты мог у тебя вот ты мог бы вообще красиво да я не понимаю зачем ты ставишь яру уже и коза а рам на строго конюшку то есть зачем человек человек новичок бывает что не я ему объясняю я просто что понимание было у человека я теперь сам огромный понял что надо в кампусы сначала уходить и что можно не не это нормальная стратегия просто понимаешь у тебя кампусы у тебя нету борт ты видишь у тебя нету борт у тебя кампуса на плюс 1 на плюс 2 максимум ну плюс 3 это там типа с ппшкой кстати ппшку не поставил даже да да ну вот ты собираешься развиваться надо было ставить ппшку вот где у тебя театралка стоит да вот у тебя театралка между вашим там новым орлеаном там надо было ппшку ставить вот там вот надо было если ппшку ставить вокруг нее районы строить а ппшки ты бы выбрал бы зал приемов и у тебя был буст по довольству с городами губернатором поскольку у тебя 6 городов как раз 6 послов 6 губернаторов у тебя баня доволит у нас все нормально у тебя в чарстане супер чудо которое дает 50% производительность 50% а у меня 40% причем я предложил выход я предложил нормальный выход что никто ее не сезерен Мирикана не согласился и ты увидел что он согласился и все равно не пошел это было намного после ладно уже сейчас разбираться на смысле кажется ладно все всем спасибо за игру она была достаточно на самом деле странная ну мне кажется что просто ночь все подустали немножко да не интересная игра получилась на самом деле потому что ну ладно мне не понравилось я просто ошибся и из-за этого жирова не убил поэтому мне она не понравилась но все равно да было да было приятно поиграть хотя бы не Гильгалер на 2020 году да 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 и то спасибо за игру спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока